Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Если вы до сих пор думаете, что вам не повезло с соседями, то ловите очередную историю. Россиянин купил подъезд и закрыл его для жителей дома. По документам это его квартира. На практике подъезд общего пользования. Из-за ошибки планировщика, неразберихи с документацией при покупке квартиры в общий метраж ему включили и квадратные метры общедомовой территории. Красиво жить не запретишь. А вот соседям приходится не сладко, так как теперь их главный вопрос – как попасть домой. По документам все легально. Расставаться с личной площадью собственник не намерен. В комментариях уверены, что в мужчине нет никакой коммерческой жилки. Ведь он мог бы просто организовать платный проход и все были бы счастливы. Подростки решили выяснить, что будет, если приделать электросамокат к дивану. Судя по кадрам, три юных кулибины объединили диван с электросамокатом для съемки роликов в социальной сети. Один юноша ехал на самокате, второй снимал на смартфон, а третий бежал позади, возможно, для контроля. Результатом точно оставил положительные эмоции на весь оставшийся день. Собственно, как и прохожим. Видео с поездкой заметили и сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что самокат ребята взяли в аренду по аккаунту общего друга. Вот его родителям и придется заплатить штраф. Запатентовано ли это изобретение, пока неизвестно. Но мы уже ждем на улицах города следующим летом. Абибас теперь реальность. Московский предприниматель хочет официально зарегистрировать торговую марку Абибас. Тем самым популярная шутка по поводу импортозамещения всемирно известного бренда Adidas на Абибас воплотится в реальной отечественной жизни. Теперь это не стёб. Это новая реальность с ретро-вкусом 90-х. Так что скоро на всех рынках страны легальные Абибасы, Памы, Панасониксы и прочие острепленные бренды. В Роспатент уже поступила такая заявка. Так что одежда и обувь символикой Абибаса вполне может стать реальным подарком. Жительница Китая перегрызла противоугонный трос в магазине, чтобы украсть айфон 14. Смартфон был крепко привязан к прилавку, но зубы женщины оказались крепче. На записи видно, что похитительница сначала проверила прочность троса, упустив его пару раз. А затем, убедившись, что никто за ней не следит, уже полностью переживала его. После проделанного китаянка убрала устройство в сумку и ушла. Сотрудники магазина слышали звук сигнализации, но не придали этому значения. Уже потом они заметили пережеванный трос и вызвали полицию. Похитительницу поймали спустя полчаса после того, как она покинула магазин. Как говорится, есть и хорошая новость. У нее крепкие зубы. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok